Здравствуйте! Тема урока «Общая характеристика Японии». По размерам территории Япония сравнима с наиболее крупными странами Западной Европы и Штатами США, но по конфигурации сильно отличается от них. Итак, Япония — страна-архипелаг, расположенная на четырех крупных островах — Хансю, Хоккайдо, Сикоку, Кюсю и почти семи тысячах мелких островов. Экономика географической положения Японии определяется тем, что дуга островов, на которых она расположена, протягивается на три с половиной тысяч километров на стыке Евразии и Тихого океана и находится почти в центре Азиатско-Тихоокеанского региона. Это открывает большие возможности для участия страны в международном географическом разделении труда. По численности населения — 126 миллионов человек — Япония замыкает первую десятку стран мира. Но это единственная в Азии страна, которая за последние десятилетия перешла от второго типа воспроизводства населения к первому. Эта демографическая революция явилась следствием социально-экономических преобразований, которые произошли в японском обществе, достижений образования и медицины. В Японии самый низкий показатель детской смертности и самая высокая продолжительность жизни в мире благодаря государственной демографической политике. По количеству пожилых людей Япония занимает одно из первых мест в мире. Национальный состав Японии очень однороден. Японцы составляют 99% всего населения. Японский язык очень специфичен и не входит ни в одну из языковых семей. Очень сложна и система современной японской письменности, в которой используются как иероглифы, так и слоговая азбука. Две основные религии в стране — синтаизм и буддизм. Обычно верующие исповедуют одновременно обе эти религии. Япония — страна высокой культуры и поголовной грамотности, где обучению и воспитанию детей уделяют большое внимание. В стране больше университетов, чем во всей Западной Европе. Это страна давних культурных, художественных и бытовых традиций, которые входят в понятие японского образа жизни. По показателю средней плотности населения — 340 человек на квадратный километр — Япония занимает одно из первых мест в мире. Но фактическая плотность здесь гораздо выше, поскольку все население страны сосредоточено в приморских низменностях и долинах рек. Последние десятилетия Япония отличалась высокими темпами урбанизации. По ее уровню она находится на одном из первых мест в мире. В Японии более 200 крупных городов. В больших городах и городских агломерациях концентрируется основная часть населения. Самые крупные из них протянулись вдоль южного побережья острова Хансю. Среди них выделяется большая тройка агломераций, сформировавшихся вокруг Токио, Осаки и Нагои. Вместе с агломерациями Осаки и Нагои и рядом других токийская агломерация образует еще более крупную урбанизированную галактику — мегалополис Такаида, протянувшийся вдоль побережья на 700 километров. Средняя плотность населения здесь составляет до 1000 человек на квадратный километр, а его общая численность достигает 70 миллионов человек. В начале 50-х годов для японской экономики были характерны очень высокие темпы развития. Промышленность сначала развивалась эволюционным путем. На импортном сырье были созданы энергетика, металлургия, автомобили и судостроение, химическая, нефтехимическая, строительная промышленности. Они сформировались с учетом новейших достижений техники. Причем многие патенты были закуплены за границей и приспособлены к местным условиям. Япония лидирует в области электроники, робототехники, биотехнологии. По доле расходов на науку Япония занимает первое место в мире, а ученых в стране больше, чем в ФРГ и Франции вместе взятых. Сельское хозяйство после Второй мировой войны подверглось коренной перестройке. После аграрной реформы конца 40-х годов, ликвидации помещичьего землевладения, превращения крестьян в земельных собственников, основную часть продукции производят фермеры. Изменилась и структура сельского хозяйства. Хотя основной зерновой культурой остается рис, большое развитие получили садоводство, огородничество, разведение крупного рогатого скота, свиней, птицы. Тем самым рацион японца стал походить на европейский. Хотя и сейчас японец съедает мясо за год столько, сколько европеец за месяц. В сельском хозяйстве Японии занято 4 миллиона человек, а обрабатываемые земли составляют 14% территории. Они обеспечивают основные потребности страны в продовольствии. Еще одна важная отрасль японской экономики – рыболовство. По улову рыбы Япония занимает одно из первых мест в мире. В стране насчитывается около 3000 рыбных портов. Богатая фауна морей способствовала развитию морекультуры. Рыба и морепродукты занимают важную часть рациона японцев. Развит также жемчужный промысел. В Японии хорошо развиты все виды транспорта, за исключением речного и трубопроводного. По характеру транспортной сети она похожа на страны Западной Европы, но по объему перевозимых грузов и пассажиров намного опережает их. По объемам пассажироперевозок железнодорожного транспорта Япония занимает первое место в мире. Она также обладает самым современным мощным морским торговым флотом. Более трех четвертей тоннажа, которого плавает под дешевыми флагами. Важная особенность хозяйства Японии – ее сильная тянутость в международные экономические связи. Слабая обеспеченность сырьем и топливом привела к тому, что Япония на 90% зависит от их импорта. В то же время она очень зависит от экспорта готовых изделий. Япония имеет активный торговый баланс. Она является главным торговым партнером всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Япония все более переориентируется с экспорта товаров на экспорт капиталов. Японские прямые инвестиции направлены в Северную Америку, Европу, другие страны Азии. Для Японии характерно сочетание двух различных частей – тыльной и лицевой. Лицевую часть Японии образует Тихоокеанский пояс, протягивающийся неширокой полосой по приморским низменностям прежде всего острова Хансю. Этот пояс – социально-экономическое ядро страны. Здесь находятся главные промышленные районы – Токио, Осаки, Нагои и Такюсю. Большинство ТЭС и АЭС – металлургических, нефтеперерабатывающих и химических комбинатов, машиностроительных заводов. Из-за недостатка строительных площадок многие предприятия строятся на отвоеванных территориях у моря. Тихоокеанский пояс называют главным промышленным поясом Японии. Здесь сосредоточены важнейшие транспортные магистрали и морские порты. Тыльную часть Японии образует периферийная зона, включающая горно-лесные районы острова Хансю, где преобладают заготовка древесины, животноводство, добыча полезных ископаемых, гидроэнергетика. Большое развитие получили рекреация и туризм. В последнее время региональная политика в Японии направлена на освоение экологически чистой периферийной зоны. С целью разгрузки Тихоокеанского пояса основная часть технополисов создается в периферийной части острова Хансю. На этом урок закончен. Тема следующего урока – Юго-Восточная Азия. Хансю ...